Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгения, и вы на моём канале, который называется «Я живу в Крыму». Я живу в маленьком городке Алубка, ещё напомню, на южном берегу Крыма. И сегодня это третий фильм. Мы путешествуем с вами на плато Мангуб-Кале. Кале – это переводится «крепость». Здесь испокон веков до нашей эры уже селились люди. И сегодня вашему вниманию я предлагаю познакомиться с катакомбной культурой древних ариев. Это будет много пещер, я даже не буду много сейчас говорить, но только хочу немножко поправиться, потому что я, когда покажу большой, трёхэтажная, большая, огромная стена, я тогда не знала, что это. Мне показалось, что это какие-то ворота, какой-то пилон. А на самом деле потом нам сказали, что это дом правителя царства Феодора. Видите, как один пласт прямо наплывает на другой, эпоха на эпоху. Это же прошли тысячелетия, и здесь, конечно, оставили следы и древние тавры, и до них ещё селились люди в пещерах, то есть вот эта пещерная культура. Тут же потом селились готы, царство Феодора просуществовало 200 лет, и потом это уже XIV век, XVI, и потом оно было разрушено турками. Турки долго не удержались на этой земле, что-то не так пошло, им не особенно понравилось здесь. Но, тем не менее, царство Феодора погибло. Я вам маленькую легенду о царе скажу. Это не легенда, это историческая справка. Царь Александр последний, есть легенда, что он сбросился со скалы, и когда спускаешься в следующем видео, вот спуск этот будет, говорят, слышен детский плач. Но это легенда, на самом деле история такая, что он был пленён. Это единственная крепость, которая не пала под натиском турков. А вот Кафа, Древняя Феодосия, другие, тут вот в районе Балаклавы, в общем, все крепости пали. Турки осаждали полгода, они были разъярённые и злые. В общем, они перебили, уничтожили весь народ, потому что огромное количество искалеченных костей находят. Сейчас археологи как раз занимаются раскопками. Мы там набредём с вами вместе на раскопки археологов и посмотрим. Что хотела сказать, что вот эта огромная красивая стена, там я на фотографиях есть, это стена трёхэтажного дома, это резиденция правителя царства Феодора. Так вот, что случилось с Александром, правителем? Он был клинён, увезён в Стамбул, казнён там. Его малолетний сын, принц или царевич, царевич Феодора, царевич Мангупа. Царевич Мангупа он назывался. Мальчик вырос, получил хорошее образование, вырос, и он, конечно, политической власти никакой не имел. Ну и так история его в веках теряется. То есть они его не убили, он просто жил у них, у турков. Ну, я желаю вам обязательно посетить это удивительное место. Вы много всего узнаете, прикоснётесь вот к этой пыли веков, прочувствуете всё это. Ну и, конечно, чарующие виды. Про это просто даже нет слов сказать, вы это всё увидите сами. Ну а я желаю вам прекрасного путешествия вместе со мной и обязательно, чтобы вы поехали самостоятельно это всё посетили и увидели. Хорошего просмотра! Друзья, ну вот мы пришли к городу. Город тут везде, повсюду. Ну вот такое обнажение вот этого известняка. Я думаю, не знаю, как это называется этот камень. Здесь просто, смотрите, какие-то вот желоба или лесенка. Какие-то, может, это коридоры какие-то. Смотрите, вот даже не знаю. Так, здесь главное не подскользнуться, потому что они очень вымыты ветрами и очень-очень гладкие. Но это природное, природный пол, так скажем. Я думаю, что здесь дом. Да, это колодец, я поняла, что колодец. Здесь, видимо, стоял дом какой-то. Вот Андрюша тут увидел вход в пещеру. Я сейчас вот иду, иду. А там есть дальше пещера прямо? Сейчас мы... Ой, как рука, смотрите, ступени какие. Ой, ну и что, там можно спуститься? Ой, я боюсь. Господи боже. Так. Тут, знаете, товарищи, подскользнуться можно. Надо крайне осторожно. Так, ну, слышите резонанс какой? Здесь петь можно. Так, посмотрите. Вот куда мы зашли. Это дом. Это церковь. Это церковь. А вот еще, смотрите, еще помещение. Это церковь была. Угу. Вот. Вот такая, ну, очень низкие своды прямо. Вот моя рука. Видите, очень низкие своды. Что-то пол весь уже тоже скользко очень такие. Это, наверное, колонны стояли, да, вот в этих воронках? Да, верно. Ну, как что выйдем. Мы решили выйти вот здесь. Так. Ну, вот здесь окошечки, смотрите. Это проем дверной. Ой. Ну, это, конечно, до нашей эры, наверное, это все. Или первые века христианства. Дело в том, что это дабы еще делали. А потом мы их пособили по церкви. Да. А здесь, смотрите, что я нашла. Говорят, положите денежку. 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 А надо положить. Сейчас найдем денежку. Ну, вот. Посмотрим сейчас эту красоту. Ну, вот. Посмотрите общий вид. Вот. Конечно, может быть, монахи потом кто-то соберет. Надо же за посещение поблагодарить. Ну, вот. Сейчас я хочу выйти. Это ты мне там вот здесь. Да. А что, залезть тут можно наверх? Ну, наверное. Не свалиться главное тут. А, боже, а какой вид-то. Смотрите, там лестница есть. Ой. Там лестница есть. Вот, посмотрите, я высунулась. Высунулась я. Так, смотрим. Посмотрите, вот какой вид дальше. Вот. И вниз. Ну, тут метров 15, наверное, есть. Теперь в эту сторону смотрим. Вот это. Ради этого, конечно, стоило ехать сюда, друзья. Вот это на меня произвело впечатление. Долины эти. Так. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Так, ну вот это, видимо, какие-то центральные ворота города, что-то важное, какой-то пилон какой-то, или это похоже на ворота, вот там какой-то проём. Сейчас подойдём, посмотрим, что это. Так вот, друзья, мы стоим с вами перед древними развалинами. Я думаю, что это до нашей эры, наверное, ещё. Сейчас мы что-нибудь прочтём. Ну вот, смотрите. Это до нашей эры. Нашей уже эры, да? Третий век нашей эры. Третий, четвёртый век. Это очень древнее место. Да, место силы. Ну вот это царство Феодора, это шестой век, здесь жили караимы. Нам рассказали, вот, видите, сохранилась вкладка. Ну, что там дальше интересного? Ворота, посмотрите. Ворота изнутри. Тут что-то. Ой, тут что-то как бы порталы, не порталы, окон очень красивые. Я не знаю, смогу я это показать или нет. Мне тут, во-первых, не видно. Так, и сама ничего не вижу. Так, да. Вот, смотрите, я приближаю. Оклады окон, или как-то это и называется. Ну, вот так великолепно. Видите, какая красота. Ну, вот это строение относится к 12-14 веку. Здесь была столица царства Феодора. Город Дорос назывался и помогла его построить в Византии. Ну, а на этом месте до этого тоже были строения. Но вот это более такое позднее. Видите, хорошо сохранилась стена. И очень красиво, богато украшена. Что говорится о том, что, в общем, художества были развиты. И хороший вкус был у местных жителей. Вот такие виды потрясающей красоты. Посмотрите, какие пещеры. Вот здесь продолжается плата. Это вот как бы несколько рукава они называют. Это отроги такие, видимо, от плата. Три еще вот таких плата отходят. Вот какая красота. Посмотрите-ка. Простор-то какой. А там вдали... Поселение. Здесь очень красивое место, конечно. И тут долина внизу, между этими. Плато. Ну, вот немножко еще я тут подошла. И еще более живописное место. Друзья, вот такая красота. Ну вот... На дудочке я тут поиграла. Я просто не могу уйти. Друзья, опять набрели мы. Друзья, посмотрите. Это ж города пещерные. Так. Сейчас, друзья. Вот, смотрите, это был дом. Лесенка. Проход. А здесь, посмотрите, какой вид. А дышится, как какой воздух. Смотрите, вот. Вот мы стоим на краю. И вот здесь. Смотрите, там есть прям край-край. Вот еще сколько здесь. Целый городище вот этих пещер. И вот еще мы идем. И вот сейчас. Видите, тут какая красота. И сейчас еще какую-то пещеру. И будем там играть на дудочке опять. Так. Друзья, сейчас я по лесенке тоже пытаюсь. Ой, боже, скользко. Посмотрите. Да, они просто отполированные временем. Посмотрите, вот какая пещера. Вот. И вот. Вот этот проем. Ну, наверное, раньше была скала. Наверное, я думаю, ее выбило тут. Ветрами, ураганами. Еще лесенка. Еще лесенка. Сейчас не знаю. Не знаю, кажется, какую-то. Так. Спускаюсь. И еще, смотрите, она двухэтажная. Там еще лесница. И что она? Прямо. Да, Лиза. Вот еще лесенка. Будьте осторожны. Ой, девчонки. Девчонки, там скользко, осторожно. Там ползком-то можно, конечно, вот на только. Но тут еще она вниз идет. Да, интересно. Так, по правой. Огромная, огромная комната. Там, конечно, 6 комнат, что ли. Там гостиная, типа, и кухня. Вам, девочки, помогут там спуститься. Спасибо, дорогие друзья, что вы были со мной. Досмотрели до конца. Очень вам благодарна. Надеюсь, вы насладились красотой природы, удивительной, первозданной. И узнали нечто новое. Посетили пещерные города вместе со мной. Ну, а что еще хочу сказать, что на южном берегу Крыма, в Алубке, у меня сдается жилье для вас. Бюджетное, недорогое. Найдите меня. Есть телефон. Под некоторым видео есть телефон. Или просто пишите мне комментарии. Я всегда сразу читаю, отвечу, и мы с вами спишемся. Вот, можно к нам приезжать. И, кстати, это путешествие мы совершили с нашими гостями, как и многие другие путешествия. Поэтому всегда ждем вас. Ну, а с вами была я, Евгения, и всегда ваша. И люблю вас. Пока-пока. До новых встреч.